Вот поэтому я сейчас слово передам Аллу Юрьевне, она нам это и расскажет. Насколько важны у людей вот эти когнитивные нарушения, о которых мы говорили. Как с этим бороться. И, соответственно, вопрос вам. Вы когда анализируете психический статус, неврологический, простите, входит ли в перечень ваших обязательных манипуляций, обследований, щитовидная железа или нет? Нет, не входит, конечно, потому что это прерогатива эндокринолога, но в худшем случае терапевта. И такой прямой связи нет, но если забегая вперед, прямо было моего доклада, моего сообщения, все дело в том, что мозг, он крайне чувствителен к любому патологическому процессу. Эндокринологические изменения, гипогликемия, гипергликемия, изменения в гормональном статусе щитовидной железы и других желез внутренней секреции, они так или иначе через метаболические процессы приводят к формированию энцефалопатии, к патологии мозга. И отсюда всем хорошо известен термин «дисметаболическая энцефалопатия». Опосредованно через энергетический дисбаланс, через нарушение кровообращения, процессы, которые возникают патологические в организме, они так или иначе делают мозг крайне чувствительным к любым изменениям, метаболическим в том числе. Поэтому разговор о том, что недостаток йода может вызывать снижение интеллектуальной способности, он имеет право на существование. Если мы говорим о гипертериозе, об усилении выработки щитовидной железы гормонов, тоже могут возникать энцефалопатические изменения. Но в рамках вот этой энцефалопатии, которая формируется врачу и терапевту, и неврологу, крайне важно знать этиологию процесса, понять, откуда. Это и будет задачей этиотропного лечения. Потому что все остальное, о чем сегодня я буду говорить, это уже симптоматическая терапия. Она направлена на устранение симптомов. Вот, видите, как по-моему, Соловьева Элла Юрьевна, профессор, невролог, кафедра неврологии 2-го меда. Да. Просто вам представил в бою ее. Очень квалифицированный специалист в этом. Пожалуйста, Элла Юрьевна, название вы видите. Да, мы сегодня поговорим о таком тоже узком аспекте лечения когнитивных расстройств. Но я хочу, зная, что вы, аудитория терапевтическая, напомнить вам, что вообще о чем идет речь, что такое когнитивные функции. Вообще слово «когниться» – это не латинское слово. «Cognition» – это английский термин, означающий буквально познавательные функции, которые включают в себя процесс рационального познания мира. И речь идет не просто об интеллекте, об эрудиции, о каких-то знаниях, которые позволяют нам узнавать все новое и новое. Нет, речь идет о знаниях, которые позволяют нам с вами социализироваться, взаимодействовать между собой, нормально существовать в окружающем мире. Это могут быть скромные знания, это может быть скромная эрудиция, но для человека, для каждого индивидуа она будет достаточной, чтобы сосуществовать, социализироваться в той окружающей действительности, в которой он находится. Когнитивные расстройства – это те расстройства, которые возникают тогда, когда страдает вот эта когнитивная функция, и проявляется это в ухудшении процессов памяти, мышления, по сравнению с исходным, конечно, уровнем. Потому что исходно, в зависимости от того уровня образовательного, который влияет на процесс эрудиции интеллекта и мышления, он может, конечно, сказываться. Надо сказать, что распространенность когнитивных расстройств, она значительно больше, чем нам бы всем этого хотелось. Умеренное когнитивное расстройство, умеренное, то есть достаточно неярко выраженное, иногда невидимое окружающим, оно среди лиц пожилого возраста, а пожилой возраст у нас наступает когда, да, сохраняется, возникает от 40 до 80%. Все зависит от того, как мы используем, какой ключ, какой инструмент к диагностике этого состояния. Легкие когнитивные нарушения почти 80%, но самым неприятным, конечно, является крайняя степень нарушения когнитивной функции, которая носит название деменция. Всем хорошо знакомый термин. А где грань между деменцией и умеренным когнитивным расстройством? Социальная дезадаптация. Вот это тот критерий, который позволяет нам сказать, если человек сам живет, ему не требуется социальный помощник, родственник или еще кто-то, он может сам жить, сам существовать, ходить в магазин, пусть он забывает там включенная плита, еще какие-то имена родственников, но он социализированный, он способен жить в одиночестве без помощи социальной. Это не дементное, это додементное расстройство. И, кстати, сказать, это для чего очень важно любому врачу, терапевту или неврологу. Дело в том, что подходы к лечению деменции и додементных расстройств, они абсолютно разные. Разные группы лекарственных препаратов. Как проявляются вот эти умеренные или выраженные когнитивные расстройства? Конечно, нарушается память. Прежде всего, на текущие события, при том, что он может цитировать Евгения Онегина, еще какие-то романы из юности. Невозможность пересказать только что прочитанное. Вот интересно, хочется поделиться передачей, событиями, какими-то из журналов, не получается. Невозможность запомнить имена новых знакомых. Снижение профессиональной компетентности, которая, конечно, заметна только для сослуживцев, правильно сказать, начальства, нарушение ориентировки в незнакомой местности, трудности подбора слов при разговоре, нарушение выполнения счетных операций. Вообще, я должна вам сказать, это очень важный момент, что когнитивные функции, которые сегодня очень много рассматривают в рамках терапевтических аспектов, неврологических, психиатрических, это функция, которая является лишь составляющей нормальной психики человека. А наш мозг, он отвечает за формирование психической функции, самой главной функции, которая нас с вами, собственно говоря, сделала гомо-сапиенс. И вот эта когнитивная функция, в которой четыре базовых составляющих, внимание, память, восприятие и мышление, это лишь часть психики, нормальной психики человека. Эмоции, волевые реакции, речь, поведенческие реакции, состояние сна и бодрствования, фазы сна и активности, это все нормальная психика человека. И когда мы говорим об энцефалопатии, вот мы сегодня с этого начали мое выступление, то энцефалопатия подразумевает как раз снижение всех психических функций, и эмоциональные, и волевые, и состояние поведения, и состояние сна и бодрствования, в том числе и когнитивные расстройства. Поэтому рассматривать мозг только узко, с точки зрения когниции неправильно совсем, и неправильно подключать различного рода изменения, волевые реакции, состояние речи, эмоций и так далее. Только, знаете, какими-то седатирующими препаратами, либо активизирующими, нужно действительно искать этиологию процесса. Для терапевтов, по-видимому, вот эти дисметаболические нарушения, нарушение кровообращения, в том числе при сердечной патологии, это все будет коморбидными состояниями для формирования энцефалопатии. Надо сказать, что когнитивные расстройства присутствуют практически облигатно при любой патологии, прежде всего неврологической, но и сопряженной коморбидной терапевтической патологии. Вот я хотела здесь привести очень интересный случай пациентки, 67 лет, смерть которой наступила следствие инфаркта мозга. 15 лет она страдала гипертонией, обычные цифры составляли 150-160 на 80-90. Она не получала рекомендованной гипотензинной терапии, еще у невролога она не наблюдалась. В амбулаторной карте, посмотрите, за 2 года до летального исхода терапевт отмечал у нее в диагнозе синильную деменцию. Ну вот ей 67 лет, синильная деменция ставится, когда выраженная степень когнитивных расстройств, после 65 лет, но при этом, что на вскрытии? На вскрытии у нее обнаруживается вот такая грубая деформация теменной затылочной доли, посмотрите, прям дырка, можно сказать, которая заместилась уже в глиальной ткани, бурая киста, как свидетельство того, что эта пациентка неоднократно переносила острые нарушения мозгового кровообращения. При этом никаких двигательных нарушений, чувствительных нарушений, координаторных нарушений у пациентки не было вообще. А вот когнитивные нарушения были грубо нарушены. Почему мы так думаем? Потому что ей выставлен был диагноз дементного расстройства. То есть среди всех неврологических функций, среди всех функций, которые осуществляет мозг, пострадала и выражена, была манифестно выражена именно когнитивная функция. И вот здесь нам с вами очень важно понять, почему когнитивные функции всегда страдают, когда мозг испытывает какое-то неблагополучие. Неважно, какая причина лежит в основе. Нарушение метаболизма, нарушение кровообращения, инфекция, травма или так далее. Когнитивные функции всегда будут нарушены. Дело все в том, что для обеспечения когнитивной функции необходима интегральная работа всех зон головного мозга вместе. Мозг должен соединить все зоны, отвечающие за какую-то конкретную функцию. В частности, именно функции, отвечающие за эмоцию, за волевые реакции, за речь, за состояние сна и бодрствия, за поведенческие реакции, за память, за мышление, за внимание. Только интегративно, только во взаимосвязи, несмотря на то, что каждая функция имеет свою четкую локализацию, ну, вы, наверное, слышали, есть, например, зона, отвечающая за речь. Две таких зоны в мозге. Есть зона, отвечающая за координацию, есть зона, которая отвечает за эмоции, есть зона, которая отвечает за память. Точечно, да, действительно. Но вот свою такую глобальную психическую функцию мозг выполняет только за счет этой интегративной деятельности. Неврологам это известно, вам я это напоминаю. Вот эта интегративная деятельность, то есть взаимодействие, возможно, только тогда, но реализуется морфологически, через нейронные связи. Вот он обычный нейрончик, вот его тело, вот его ядрышко, а вот отростки. И вот между собой нейроны, вот так, рука за руку, соединяются для того, чтобы создать общее, единое нейрональное пространство. Вообще, надо сказать, что этот процесс был изучен не так давно. Вот в 1936 году настолько важным это показалось открытие, что те ученые, англичанин Леви, Дейл и немец Леви, получили Нобелевскую премию, которые рассказали нам и поведали миру, как взаимодействуют вот эти отростки, которые соединяются между собой, как они взаимодействуют, как нейроны взаимодействуют между собой. Это явление получило название нейрохимической трансмиссии. Эти ученые показали, что из окончания нейронов выделяются вот такие химические вещества, которые получили название медиаторы, от латинского передатчики, посредники. Они передают информацию от одного нейрона к другому. Вот так возникает такая большая нейрональная сеть. Биллионы нейронов и их отростков формируют вот такую нейрональную сеть в нашем мозге. И компьютер по поводу искусственного интеллекта ерунда по сравнению с тем, что происходит в нашем головном мозге. Вот этот процесс, химическая нейротрансмиссия, он нам очень важен для чего? Чтобы мы могли понять, есть или нет действительно возможность усовершенствовать этот процесс, подстегнуть, стимулировать, если он нарушен. Вот эта химическая нейротрансмиссия реализуется через нейромедиаторы. Это такие прямые передатчики нервного импульса, которые изменяют активность нейрона. Либо его возбуждают, либо тормозят. А еще есть другие вещества, нейромодуляторы, которые модифицируют эффект вот этих нейромедиаторов. И именно вот этот процесс нейротрансмиссии, который был открыт Ливи и Дейлом, получает возможность объединения отдельных нейронов в целостный головной мозг, но и позволяет ему успешно выполнять все свои функции. Надо сказать, что вот морфологической основой работы головного мозга является межнейронное взаимодействие, а биохимической являются как раз вот эти дифференцированные нейрохимические системы, которые передаются от одного нейрона к другому через синаптическую передачу. И что важно сегодня для неврологов прежде всего, или для специалистов, которые ищут лекарственные препараты, улучшающие процессы нейротрансмиссии, что мы в принципе знаем название этих нейромедиаторов. И вы их хорошо знаете. Это серотонин, дофамин, норадреналин, холинергическая медиация. И мы знаем рецепторы, на которые работают вот эти нейромедиаторы. Знания эти нам очень важны, потому что усиление того или иной нейромедиаторной поддержки, они позволяют нам улучшать эмоциональные стимулы, регулировать процессы внимания, памяти и обучения, знать, что некоторые процессы влияют на зрительно-пространственную регуляцию, на кратковременную память, что-то влияет на консолидацию процессов памяти, уровня бодрствования, что-то на фон настроения и так далее и тому подобное. Это все достаточно известные моменты, которые мы на сегодняшний день с вами знаем. И с этой точки зрения можем понимать, как лекарственные препараты позволяют, регулируя вот эту нейромедиаторную активность, изменять процессы, связанные с памятью, мышлением, восприятием. Надо сказать, что нарушение нормальной работы нейронов, когда идет либо снижение выработки нейромедиатора, либо когда нарушается работа рецептора, который отвечает за этот нейромедиатор, и определяет степень когнитивных нарушений. Если просто нарушена рецепторная активность или недостаточно нейромедиатора, то мы видим в клинике минимальные когнитивные нарушения. Когда снижается количество синаптических контактов, нейроны становятся разобщенными, это степень умеренных когнитивных нарушений. Когда гибнут отдельные нейроны, разобщается функциональная группа, отвечающая за ту или иную функцию, например, внимания или восприятия, или процессы переключения, это уже выраженные когнитивные нарушения. И гибель, необратимая гибель функциональной групп нейронов, это дементное расстройство. О том, что гибнут нервные клетки, вы хорошо знаете, потому что если ваши пациенты проводят МРТ головного мозга, то там не видны очаги, какие-то поражения, связанные с инфекцией, с травмой, нет признаков, что пациент переносил острое нарушение мозгового кровообращения. Но в записях МРТ головного мозга вы читаете слово атрофия вещества головного мозга. Вот это слово атрофия означает гибель групп нейронов. И удивляться, что у пациента с дементным расстройством есть атрофия вещества головного мозга, не приходится. Это свидетельство вот этой гибели функциональной групп нейронов. Но оказалось, и мне придется вот немножечко так усложнить изложение, что нейротрансмиссию, за которую получила Нобелевскую премию, вот эта группа этих ученых, это не единственный путь передачи сигналов между нейронами. Все значительно сложнее. Оказалось, и в 2010 год, это последнее исследование, что обнаружены ко всем известным нейромедиаторам, о которых я говорила, норадреналин, серотонин и так далее по списку, обнаружены внесинаптические рецепторы. Оказывается, нейротрансмиссия – это не единственный путь активизации процессов возбуждения и торможения нейронов. Все гораздо-гораздо сложнее в нашем головном мозге. И вот здесь вот среди большого количества других способов связи нейрона друг с другом являются так называемые нейропептиды. Это и тема сегодняшнего нашего изложения. Это те структуры, которые секретируются нервными клетками и участвуют в осуществлении функций нервной системы. И в отличие от классических нейротрансмиттеров, нейромедиаторов, о которых я говорила, эти нейропептиды выполняют передаточную функцию и могут действовать на большом далеком расстоянии от рецептора, в который приводится состояние активности нейрон. И самое главное, в отличие от нейромедиаторов, действия их, этих нейропептидов, значительно продолженнее, чем нейромедиаторов. Они практически не инактивируются и обратно не депонируются. Поэтому на самом деле нейропептид – это не нейромедиатор, а нейромодулятор, который не вызывает самостоятельного физиологического эффекта, а модифицирует и регулирует функцию нейронов. Знание этого обстоятельства очень важно для понимания тех лекарственных стратегий, которые сегодня используются в улучшении когнитивной функции. Можно не обязательно стимулировать активность нейромедиаторного рецептора, не обязательно восполнять дефицит нейромедиатора. На начальных этапах нарушения функции активности нейрона можно попробовать стимулировать выработку вот этих нейропептидов, когда процесс еще так называемого додементного уровня. Вообще надо сказать, что терапия когнитивных расстройств, она не начинается с лекарственного препарата. Сегодня мы очень активно используем термин когнитивного тренинга или физической активности, или, иными словами, фитнес мозга. Это некрасивые слова. Это действительно очень важная составляющая нашего долгожительства, нашего мозга, нашего здравого ума и светлой памяти. Плюс терапия соматических заболеваний, симптоматическая терапия, ноотропные препараты и препараты, улучшающие церебральный метаболизм. Это очень важная составляющая, которая позволяет нам улучшить, в принципе, работу головного мозга. Вот ноотропные препараты, о которых вы слышали, препараты с греческого переводящего «изменяющие мышление», «улучшающие разум», это препараты, которые улучшают активизирующие влияние на процессы обучения, памяти и так далее. Их основной характеристикой является специфическое влияние на высшие интегративные функции и вообще восстановление нарушения функции мозга. Сегодня мы их разделяем на два больших класса. Первый класс – это истинные ноотропы, те, которые обладают собственным улучшающим эффектом памяти. Их очень много. Вот здесь вы видите, черным обозначены по своей химической структуре. Это рацетамы, пирацетамы, ксироцетамы и так далее. Это препараты холиностеразные, нейропептиды и другие вещества по списку. Но для вас это не принципиально. Для вас очень важно понять, что все ноотропные препараты делятся на две большие группы. Истинные ноотропы, которые влияют на функцию памяти непосредственно, улучшая нейротрансмиссию, о которой я так много говорила. А вторая группа препаратов вносит название нейропротекторы. Они улучшают работу нейронов, но опосредованно. Через активизацию метаболизма, через улучшение мозгового кровообращения, через антиоксидантный эффект и другие возможности. Это вторичные ноотропы. Или мы их называем еще нейропротекторы. И вот сегодня я хотела бы познакомить вас с лекарственным препаратом, возможно, о котором вы слышали. Инновационным ноотропом группы нейропептидов, который представляет собой идентичный эндогенному нейропептиду цикропролилглицин. Препарат ноопепт, который влияет на процессы регуляции функции нейронов и процессы памяти. На три фазы процесса он влияет. И на запоминание, и на хранение, и на воспроизведение информации. Плюс, в дополнение к этому, у него еще дополнительное вегетостабилизирующее действие. Вот это нейропротективное действие, действие подобное естественному пептидовому памяти, которое улучшает память, дает возможность буквально с первой недели приема улучшать процессы запоминания и процессы, которые связаны с нашей интеллектуально-мастительной деятельностью. Показания разные. Это может быть и сосудистая недостаточность, любая энцефалопатия различного генеза, последствия черепно-мозговой травмы, астенические расстройства, любые признаки снижения интеллектуальной продуктивности. Это очень удобное средство с точки зрения комплайенса всего два раза в сутки после еды, утром или вечером. На курс нужны две упаковки. Надо сказать, что препараты, которые стимулируют эндогенную выработку лекарственных нейропептидов или нейромедиаторов, не используются нон-стоп. Это не гипотензивная, не ритморегулирующая терапия. Это стимуляция деятельности, выброса активизации нейронов и выброса эндогенных пептидов. Поэтому эту группу лекарственных препаратов надо использовать курсами. Два-три раза в курсах в год. Не вызывает дневной сонливости, стимуляции, побочных эффектов. У него достаточно высокая комплайенс. И то, что он заслужил особое место в процессах лечения нарушений памяти, мы знаем, поскольку исследования, которые проведены и в НИИ фармакологии, и в Институте Сердского, показало, что препарат хорошо работает, обладает ноотропным, вегетостабилизирующим действием, плюс нормализует сон, антиастеническое действие. Он, кстати сказать, его обычно сравнивают с пироцетамом, всех хорошо знакомым препаратом. Оказалось, что с точки зрения посткомнационного, церебровоскулярных заболеваний, он значительно лидирует по частоте тех положительных эффектов, которые возникают. Кроме всего прочего, в отличие от пироцетама, он влияет, как я уже сказала, на все три процесса консолидации памяти, в то время как процессы извлечения, сохранения для пироцетама не характерны. Но вот это исследование наших ведущих неврологов, которые подтвердили эффективность использования лекарственного препарата, один-два месяца. Это целый ряд исследований, я не буду на них останавливаться, я просто хочу обратить внимание, что он не с потолка взяты эти все данные, это действительно исследование, подтверждающее эффективность препарата. Но и в заключение хочу вам привести вот такой клинический пример, чтобы вы предназначительно для себя поняли, как проявляются вот эти когнитивные нарушения. Когда есть уровень дементных расстройств, лекарственных препаратов у нас всего 4, я не буду о них говорить, но это выраженные препараты, которые могут чуть-чуть изменить ход дементного нарушения. А вот к нам обратился пациент с жалобами на нарушение памяти, внимание, общей утомляемость, нарушение сна. У него не выявлено очаговых неврологических симптомов при осмотре. Мы сделали ММРТ, там ничего у него не было найдено. Второй молодой мужчина, но жалуется. Мы обратили внимание по данным биохимического анализа крови, что у него дислепидемия, и сделали ему дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, и нашли у него стеноз правой сонной артерии всего 30%, то есть гемодинамически незначен. Почему он к нам обратился, что его так беспокоит? Жалобы на плохую сообразительность, забывчивость, неустойчивое внимание, трудности с средоточением на чем-нибудь одном. Дело в том, что он финансовый аналитик, ему нужна светлая голова. Что мы у него увидели при обследовании нейропсихологическом? У него отмечается повышенная утомляемость со снижением продуктивности в работе, особенно при интеллектуальной нагрузке. Только попытка усилием воли он заставляет себя думать об определенном предмете, но вскоре непроизвольно появляются другие мысли, не имеющие отношения к тому, чем он занимается. У него уменьшено число представлений, затруднение словесного выражения, не удается подобрать нужные слова, а сами представления, терять свою четкость. Сформулированная мысль кажется самому больному неточной, плохо отражающей смысл того, что он ей хотел выразить. Больной испытывает досаду на свою несостоятельность, делает прерывы в работе, кратковременный отдых не улучшает самочувствие, стремится уйти воли, перебороть возникшие затруднения, пытается разбирать вопрос не в целом, а по частям. Я вам говорила, что психический фонс – это не только когниция, а воля, поведенческие реакции, эмоции. Он, ну, все это неуспешно, работа ему кажется непосильной, неодолимой, появляется чувство напряженности, беспокойства, убежденности в своей интеллектуальной несостоятельности, утрачена психическая уравновешенность, легко теряется самообладание, сопровождается раздражительностью, вспыльчивостью, ворчливостью, придирчивостью, сдорностью, его настроение легко колеблется, достаточно небольшой причины, чтобы появилась подавленность, тревожное опасение, пессимистические оценки, которые также легко, хотя ненадолго, могут смениться необоснованным оптимизмом. Мы это называем дисфорией. И неприятные радостные события нередко влекут за собой появление слез. Имеется расстройство сна в виде трудности засыпания, поверхностный сон, тревожные сновидения, пробуждение среди ночи, после сна неотдохнувшимся чувствует, после физических или психических перегрузок возникает чувство сонливости в дневное время, остыния менее выражена в утренние часы, а к вечеру во вторую половину дня особенно усиливается. И вот несмотря на то, что, казалось бы, портрет пациента имеет такой какой-то характерологический, эмоциональный аспект, проблема не в том, что ему 45 лет, у него кризис среднего возраста, дело не в том, что у него сложная работа, он переутомляется, отдых не приносит улучшения его состояния, мы выставляем ему диагноз цереброваскулярной болезни, стеноз правой сонной артерии 30%, которая несущественна для того, чтобы у пациента было двигательное, координаторное нарушение, чувствительное нарушение, но вполне достаточное для формирования гипоксического ишемического состояния мозга, чтобы сформировалась сосудистая энцефалопатия с теми симптомами, подробными, которые были изложены. Это первая стадия хронической ишемии мозга, и вот это легкие когнитивные расстройства, остеоневротические, инсомнические, субдепрессивные синдромы, они присутствуют. И здесь у этого пациента дислипидемия второго Б-типа, вот этот стеноз, это определяет проблему этого пациента. И какие бы мы ему противотревожные препараты не назначали, препараты, улучшающие сон, улучшающие настроение, они ему не помогут. Назначенное лечение требует этиотропного подхода. Это антиагрегантная терапия тренталом, вазелип, это гиполепидемическая терапия, и наопепт 20 мг в сутки 2 месяца. Пациент через 2 месяца почувствовал лучше. Достаточно ли ему одного курса? Маловероятно. 2-3 раза в курсе в год. Можно менять препараты наотропного ряда, но для того, чтобы улучшилось его состояние, комплексный подход к лечению должен определять и ваш алгоритм, ваш подход к терапии данного состояния. Какой портрет пациента для назначения наопепта? Это, конечно, не дементное расстройство, это не выраженное изменение когнитивных расстройств. Это молодой или средний пожилой возраст, но без тяжелой артериальной гипертонии, склонность к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, который испытывает повышенные психические и физические нагрузки, у которого синдром выгорания, поскольку для него требуется усиленная энергия для решения задач, пребывающий в длительной гипокинезии или мобилизации, ну и унылое настроение, плохой аппетит. Все это, в принципе, позволяет с помощью наотропных средств, в частности, наопепта как нейропептида, стимулировать, активизировать его мозговую деятельность. Спасибо вам за внимание. Всем в светлой памяти здравого ума на долгие годы. Пожалуйста, коллеги, вопросы, потому что чудеса какие-то. 45 лет, да. То, что вы рассказали, вообще-то климакс ранней мужской. Вот эту вот картину сто пудов. Вот, кстати, помогает в этой ситуации? Я про женский не спрашиваю, про мужской, потому что думаю, что вы его недооцениваете. Нет, про мужской климакс мы много знаем, прекрасно понимаем, очень волнуемся, переживаем за наших мужчин. Но я еще раз хочу сказать, препараты наотропного ряда, они помогают справляться с этим состоянием, они устраняют причины. И поэтому мужской климакс нужно, конечно, лечить своими лекарствами. Тогда можно, вот вы очень хорошо вот это все объяснили, многообразие вот этих вот нейротрансмиссий, действительно много препаратов. То, что говорили, я посмотрел на Медокалм, как он передает, вот блокирует на разных уровнях. Я вопрос, вот как у Пан. Вот этот Ноопепт, это стимулятор, медиатор или протектор? Значит, смотрите. Значит, вы внимательно послушайте, да? Стимулятор, медиатор или протектор? Он регулятор. Опа. Он регулятор. Все три, что ли? Да. Вот это особая группа, она сейчас изучается. Это, в общем-то, возможно, это препараты будущего, которые не, вот напрямую передают информацию, это не холенергический препарат, вот не хорошо вам известный, церетон, церепрогли, атилин, да? Это не препарат, который улучшает вот сертион энергетическую медиацию. Он модулятор. Регулятор, модулятор. Как вас убедить? Ты скажешь все, потом говорит, нет, он модулятор. Но вы же сказали стимулятор. 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 Модулятор. Нет, про модулятор вы не говорили. Медиатор. Вы сказали медиатор. Я под медиатором имел в виду модулятор. Нет, а медиатор, это как раз вот эти передатчики. Я-то имел в виду модулятор. 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 Тогда в связи с этим вопрос. А если отменили? Синдром отмены. Вот, убежала дальше. Да, нет, здесь на самом деле синдрома отмены у препаратов нейромодулирующего ряда нет. Объясню почему. Потому что у них нет прямой точки приложения. Что они делают? Вот, что они делают. Они делают, они активизируют работу вот рецептора. Они за счет того, что рецептор, который воспринимает нейромедиатор, он становится более активным. И с этой точки зрения он освобождает место, куда нейромедиатор... Я понимаю, в организме есть такой субстрат, который делает? Есть, конечно. Мы, по сути дела, когда мы используем эту группу препаратов, мы ничего не стимулируем. Вы понимаете, вы вводите извне уже готовый продукт. По системе обратной связи будет давиться местное свое. А ее недостаточно. Мы что делаем? Мы восполняем... Ее уже недостаточно. Уже дефицит. Вы начинаете... Это я вот как с нитратами. Даешь, даешь, даешь. Не дал и все. А нитраты свои не образуются. К примеру. Ну, здесь, если бы мы вот даем, допустим, когда холенергическая медиация, когда мы вот... Правильный вопрос, когда степень изменений столь выражена, когда просто недостаточно либо синтеза, либо рецептор не работает. Вот эти препараты, которые уже относятся не к модуляторам, а к стимуляторам, их нужно нон-стоп назначать. И при деменции мы так и делаем. Отменил, все. Они уже не работают. Вы не слушайте, потому что тут сначала говорят нет, а потом да. Нет, нет, я сейчас говорю да в отношении деменции. Вот, например, такой препарат мемантин. Нет, 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 отменять. Долго будете принимать, потому что вы тут скажете 2-3 недели, это... Это группа, группа препаратов, когда мы стимулируем медиаторную поддержку, когда мы ингибируем ферменты и тем самым увеличиваем синтез эндогенного медиатора. А это препараты из группы, которые мы лечим деменцию. Например, мантин, вы хорошо знаете, да, слышали? Ременил, ревостигмин. Вот их уже не отменишь никогда. Один раз назначив пациенту, а назначать мы их отсрочно, только когда у пациента уже дементное расстройство. Мы их никогда не назначаем до дементной стадии. Но пеп и аналоги в виде перацетама, который более слабый, фенотропила, который тоже более слабый, мы назначаем на стадии дементных начальных изменений. Когда есть слабость, функциональная слабость рецептов, мы нормализуем это влияние. Вот эта память, оставшаяся после нейропептидной поддержки, она длительное время сохраняется, 3-4, иногда до 6 месяцев. И в принципе, вы правы в том, как женщина говорит сначала нет, потом все-таки да, правы в том, что препараты стимуляционного модулирующего действия, которые на дементной стадии мы назначаем, они все-таки курсами требуют воспроизведения. То есть на него можно подсесть? Ну, давайте скажем, возможно. Да, хорошо, хорошо. Тогда теперь вопрос еще один. А вот что там с артериальным давлением? Вот я не случайно сказала, что при тяжелой артериальной гипертонии целый ряд ноотропных препаратов стимулирует. Поэтому вот из группы препаратов вот этого ноотропного ряда надо очень внимательно, аккуратно использовать у пациентов, смотреть, нет ли связи повышения давления с приемом этого препарата. И эти стимуляторы ноотропные, пироцетам, фенотерапилы, ноопепт, при тяжелой артериальной гипертензии они даже противопоказаны. Вот я вас спровоцирую. Вот наконец пошли слова, потому что мало того, что с гипертензионными, я уточню, с центральными альфа-агонистами. Фидиотенз, например. Значит, вот таких вот, здесь вот был слайд, вы, наверное, обратили внимание, этот вопрос обсуждался и среди неврологов-терапевтов, или проведены исследования в отношении гипертензионной энцефалопатии у пациентов. И вот там не было никаких побочных эффектов, связанных с повышением артериального давления. Но, как классифицировали в этом исследовании, средней тяжести, изменений не было. Но при повышенном артериальном давлении, при тяжелой артериальной гипертонии отмечалась тенденция к усилению повышения давления. Поэтому у этой группы пациентов была отмена препарата. Ну, я бы все-таки, знаете что, потому что мы видим сейчас, что когда мы начинаем давление снижать, мы получаем что? Когнитивные нарушения. А это другой вопрос. Мы с вами с терапевтами только недавно пришли к консенсусу в отношении целевых цифр артериального давления, к которому мы стремимся. Вот эти 120 на 80 пресловутые для определенного возраста не есть. Юлина, когда это вы пришли? На последнем конгрессе неврологов, который был у нас. Неделю назад американцы, очередной вброс нам сделали после исследований спринт, у них артериальная гипертония, это 120 на 80. В смысле, все, что выше 120 на 80. Поэтому ваш консенсус уже разрушен вправо просто. Разрушен, да? Нет, нет, я-то с вами согласен. Нет, тогда не консенсус, а клинический опыт. Вот посмотрите на пациентов, у которых у нас сегодня есть хороший метод в руках. Он нерутинный, его не сделаешь каждому пациенту, потому что он стоит безумных денег. Но это и есть так называемое диффузионно-извешенное изображение, когда мы смотрим перфузию мозга прижизненно. Вот человек идет на МРТ-исследование, и там осматривается, какие зоны мозга дополучает, а какие не дополучает кислород. И вот надо сказать, что у пациента, у которых пониженное артериальное давление, там зона гипоперфузии, которая приводит при хроническом таком состоянии к атрофии вещества мозга. Безинсультно, без всего, но с грубыми нарушениями, с атрофией, с последующими когнитивными расстройствами, вплоть до уровня деменции. Были у вас такие пациенты? Были. Поэтому допускать гипоперфузию нельзя. А гипоперфузию, прежде всего, вызывает различные заболевания, связанные с недостаточным мозговым кровообращением, но в том числе и гипотензией. Мы, кстати сказать, имеем и ядрогенную гипотензию. В связи с этим, вот в этой ситуации, но пепт ваш, он хорош. Да. На этом и закончим. Это кто сказал, что мы закончим? На этой позитивной ноте, нет? Уже поняла, что тут опасно. Нет, не интересно наоборот. Нет, это интересно очень, я объясню. Знаете что? Просто, чтобы вы... Первое. Консенсусу мы не пришли. Потому что понятие целевого давления, я могу свою точку зрения сказать, и вы с ней абсолютно согласитесь. Секунду. Секундочку, коллеги, подождите. Тут очень важный вопрос. Вам... Так, второй ряд. Секунду. Вы знаете, сейчас у нас на рынке очень много активных антигипертензивных препаратов. Уже двойных, тройных. Четверных у меня тут есть. Четверных это начало, это только это самое сейчас. Причем на стартовой терапии. Такой салат оливье. Снижает давление. Ну и снижает. Тут вот врачу только не прибавляет. Вот. И вы сейчас знаете. Перенева, дальнева, кодальнева, пушки. Вот такие препараты. Делают давление. У меня сейчас пациентка, она говорит, у меня такого не было никогда. То, когда мы начали копать, разбираться, у нее такого низкого никогда не было. И хорошо, только у нее периодически поело, у нее такая постпродиальная гипотензия летит. Транзиторная. От которой может и шимический инсульт, и все такое быть. Вот. Поэтому я что хотел сказать. Вы сейчас согласитесь. Не будет у нас никогда консенсуса. Здесь просто нужно принять одну вещь. Что целевое давление индивидуальное понятие. Вот и все. Поэтому говорить. Оно 130. Вот я сейчас сижу, слушаю этих американцев, как говорил наш покойный сатирик, что они умные. Вот профессор говорит, что такое давление. One forty, one forty. Это 130 или 140. Где ты видела это 130, 140? Это же вот. Утром, вечером. Это такой колоссальный разброс. Короче говоря. Если. Вот. Вот прекрасный был пример. Всего 30 процентов бляшки уже нейрологи говорят. Ха-ха-ха-ха. Это неизвестно, как там чего сдавливается. Да? Вот. Поэтому для него, возможно, индивидуальный целевой уровень будет 150. К примеру. И рекомендации тоже американские. Они вышли месяца три назад или чуть побольше. Это врачи общей практики для ведения больных старше 65 лет. Там фигурирует. Нужно начинать лечить 150, 160. Вот здесь. Поэтому препараты вот этого класса, которые обладают все-таки тенденцией к повышению давления, и тем более, если он модулирующий эффект, он в этих ситуациях может быть и защитным. Когда вы дадите такую дальневую и плюс вот это. И он защитит его, возможно. Я просто спекулирую сейчас по-хорошему. Вопрос к неврологу. А что вы знаете о головном мозге ночью, когда человек спит? Вот ваш ноопепт. Я уж не говорю про то, что он, не дай бог, с женой сексом займется. Что он там будет делать вот в этом процессе. Я не про это. Просто перекидываю вам вот этот шар. Вы знаете, вы сказали сейчас одну вещь, что вот есть такое исследование, супер дорогое, классная вещь. Только она, наверное, делается в статике. Лежа или стоя? Лежа. Лежа. Вы же понимаете, что это другая ситуация. Вся наша проблема, как людей, она из-за того, что мы встали вертикально. Ну, это безусловно, конечно. Так я просто вам предложу супер простой способ, на который мы сейчас вышли. Это как раз вот это мы называем его утренний орто-стресс-тест. Супер простая вещь. Человек ложится, рядом тонометр, проснулся, не встал еще. Он 8 часов лежал. Не вставая, померял. Сел. И вот вы посмотрите, какие там реакции будут. Вообще-то нормально, оно не должно колебаться. ЧСС повысилось, чуть-чуть повысилось давление. Вставай. На 10. А вы посмотрите, вот у меня сейчас такие пожилые больные, когда склеротичные, когда она встает, у нее падает давление. Ну, это вообще, надо сказать, что сложная проблема. Это очень. Это ортостатическая гипотензия. Это не ортостатическая гипотензия. Ну, она, по сути, да. Это реакция на изменение положения тела, которая просто выявить. Она сама меряет. Она мне вносит это дело. А дальше я ей препарат даю. Вот сегодня она мне сама. Вот сейчас я вам расскажу. Это вообще просто потрясающе. 83 года женщина. Она сказала, Михаил Петрович, у меня сегодня я как лежала и встала. Говорит, как лежала, так и встала. Одномоментно было. В смысле, уровень один и тот же. Она уже понимает. Но парадокс, знаете, в чем? Что она говорит, я уже, говорит, во всем дворе всех консультирую. Нормально? У нее никогда такого не было. Вот мне кажется, что вот этот препарат, о котором вы говорили, модулятор. Это вот как, если кто курил, он поймет, что такое сигареты. Это когда вы заторможены, да, спать хочется. Берешь сигарету, проснулись. Да, да, совершенно верно. А когда наоборот, наоборот, вы возбуждены. Берешь сигарету, успокоился. Он вас успокаивает, да. Это и есть модуляция. Это и есть модуляция. Вот препарат такого плана, он как раз может быть для гипертоника и защиты от нас с вами. Потому что то, что америкосы нам в очередной раз дали, ну понятно, это профилактика. Понятно, что, вы знаете, давление не убивает. Давление как раз в первую очередь как-то собака лает, что что-то не так в организме. И, кстати, вот инсульты, потому что он не чувствовал. Это и была реакция. Гипертензивная, которая позволила ему прожить. В чем право наши уважаемые неврологи, нельзя снижать в острую фазу давления. Это защита. Поэтому я просто вот этот препарат, о котором всего множество говорил, надо понять, что это. Если это модулятор, вот и смотрите, при низком давлении он поднимет. Это очень важно, когда мы в комбинации что-то лечим. В любом случае, решать надо нам с вами. Но нужно предупредить пациента, что, собственно, мы от него ждем. Дальше вопросы связаны с алкоголем. Я не знаю, нужно его предупреждать. Потенциируют он, не потенциируют. Но надо сказать, что, в принципе, наотропные препараты вообще с алкоголем не сочетаемы. Не сочетаемы, да. Они, алкоголь потенциируют активизирующие влияния. Это тогда вот теперь вопрос. Если вот потенциируют, почему не сочетать? С точки зрения юзера, пользователя. Классический пример, наши зэки, которые на зоне с теофилином там развлекались. Потенциируют действия алкоголя. Вот, во всяком случае, это надо предупредить. Управление автомобилем. Он в этом плане, ну, очень мягко, поэтому никаких в данном случае... Ну, практически нет. Блияние на ректильные функции. Нет. Вот именно у модуляторов, в отличие от вот медиаторов... Ну, если нет, значит, очень легкий, хороший препарат. Да, поэтому я и портрет пациента нарисовал достаточно такой, моложавый. 43 года, молодой, моложавый. Пожалуйста, есть вопросы? Нету. Спасибо вам. Спасибо, Элла Юрьевна. Я думаю, что это была польза для всех. Спасибо. 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 Спасибо.